Слава Украине! Привет всем от Полонска! Ну что, становится понятно, что именно имел ввиду Трамп под быстрым, молниеносным завершением войны России с Украиной. Вот только что выступил Венс, это его вице-президент, и, собственно говоря, дал детали. Я вам сейчас, я видел, чтобы никто не говорил, что это все Полонский выдумал, я видео разместил у нас на телеграм-канале, ссылочка на видео внизу. Ну, кто понимает по-английски, я думаю, там просто не о чем разговаривать, все абсолютно очевидно. Кто по-английски не понимает, кратенький перевод я привел с тем, чтобы люди не мучились и не думали, а что же он там ворнякает. А он ворнякает реально. Итак, вот этот путинский щенок, ой, трамповский вице-президент потенциальный, просто сказал, что Трамп выполнит абсолютно все указания своего хозяина из Кремля, и предложит следующее. А почему я так говорю? Потому что, почему я говорю о хозяине из Кремля? А все довольно просто. Потому что Венс, значит, Трамп, это официальное лицо Венс, не какой-то мальчик на побегушках, это лицо, которое выражает мысли Трампа. И он в курсе дела того, что хочет его начальник, абсолютно в курсе. Вот, он сказал следующую вещь. Значит, мы, план Трампа в следующем, по всей видимости. Мы замораживаем войну на той линии соприкосновения, которая сейчас есть, делаем нейтральную зону внутри Украины. А где же линия соприкосновения внутри Украины проходит, понимаете? Выкручиваем Украине фактически руки, делаем нейтральную зону, тяжелые фортификации с тем, чтобы Россия не пошла снова. И самое главное, внимание, путинская вишенка на торте. Украина остается вне НАТО, нейтральной страной, чтобы Путин, не дай бог, не волновался. Вот, собственно говоря, весь план Трампа. То есть, а если нет, Украине просто Трамп обрежет все, все поставки оружия, боеприпасов и так далее, и так далее. Вот, собственно говоря, то, что он говорит. И опять-таки добавил, что американские оплательщики налогов и так уже сильно много заплатили за Украину. Вот, ничего нового, все абсолютно очевидно и все полностью, как приказал хозяин из Кремля своей рыжей собачке. Вот рыжая собачка сейчас тявкает, везде бегает. И вот так. У меня других аппетитов нет. С моей точки зрения я абсолютно, как говорится, прав. Если у вас другая точка зрения, ну, пожалуйста, высказывайте аргументацию. То есть, ни о каком изгнании врага с территории Украины речь не идет. Вот, вообще для них это, Путину не враг. Вообще, значит, надо Путина премировать за то, что он напал на Украину. Значит, убил тут черти сколько людей. Разрушил города, десятки сел, городов. Все это снес с лица земли. Надо его за это премировать куском территории Украины. Еще и оставить Украину без антиканата. Чтобы, если Путин додумает еще раз напасть, так чтобы Украине никто не помог. То есть, ну, полностью, понимаете, это даже не переговоры в этом случае. Это просто ультиматум Украине. Это не подлость, это сверхподлость. Это сверхмерзость, с моей точки зрения. То есть, это абсолютное предательство, это гадость, это мерзость. Я не знаю, как это назвать по-другому. Если у вас есть другие какие-то аппетиты по отношению к тому, что сказал вот этот товарищ Венс. Интересно, у него есть какое-то звание там вот в соответствующих органах рядом с Гундяевым там, да? Не знаю, я не знаю об этом. Но что-то мне кажется, что есть. Хотя он сидит под американским флагом. Ну, там бы вот этот американский флаг было бы, мне кажется, логичнее закрасить в красный цветик вот эти белые полоски. Тогда получилось бы полное соответствие одного другому. Вот, сидеть бы ему под аквафрес... Если бы это, вот эту ахинею нес бы какой-то пропагандон из кремлевского пола, я бы сказал, ну да, ну так они это всегда несут, нет вопросов. Вот, это, эту, эту бредятину, этот, ладно, не буду говорить эпитеты, а то действительно, вот это вот, вот это все несет вот этот нехороший человек, который является потенциальным вице-президентом Соединенных Штатов Америки. А помните, я вам когда говорил, что если Трамп, если Трамп будет президентом, то, то, теоретически я допускаю такую ситуацию, что Россия, Америка, Китай и Северная Корея воюют против Европы и Украины, я имею ввиду ЕС и Украины. Допускаю, потому что, потому что, если Путин прикажет своей шавке, шавка скажет Гав.